Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир! Вот мы и дождались, вступили в активную фазу рассадного периода, когда активно сеем однолетние, многолетние цветочные, декоративные культуры и еще чуть-чуть и активно приступим к посеву овощей. Многие цветоводы искренне любят гвоздику, на самом деле селекционеры и природы настолько внесли разнообразие в ландшафт наших участков, что просто иногда глаза разбегаются. Турецкая гвоздика, китайская, перистая, гвоздика шабо, просто нет слов выразить все это великолепие, которое встречается на наших участках. На самом деле и форму гвоздика приобретают разную, и украшают миксбордеры, каменнистые альпийские горки, даже клумбы. И выращивать гвоздику можно в том числе в вазонах в виде каких-то цветочных миксов. Совершенно очаровательно выглядит китайская гвоздика. У меня вот, например, в прошлом году я выращивала и высаживала китайскую гвоздику в вазоны, в каскады, шикарно смотрелась и радовала взгляд. На самом деле, когда мы покупаем пакетики для выращивания рассады этих красавиц, не знаем меру, и наши хомячьи запасы бывают не освоены. И случается так, что, например, какой-то пакетик пролежал, не дождавшись своего звездного часа, и мы не реализовали его в посевах. А когда к новому сезону перебираем свою красоту и смотрим, год прошел, а семена залежались. На самом деле, на пакетиках часто производители указывают срок реализации семян для гарантии, скажем так, их результативных всходов, чтобы вы могли оперировать именно свежими семенами, и чтобы у вас гарантированно получился результат. Если вы сомневаетесь во схожести таких просроченных семян, то лучше, конечно, подстраховаться и провести их стимуляцию, чтобы не занимать место на подоконнике драгоценные, не тратить свое время, а гарантированно получить рассаду своих любимчиков. Вот у меня как раз залежалась такая гвоздичка, называется клубничное суфле. Это гвоздика китайская. Она выращивается рассадным способом. В средней полосе выращивается как однолетник. А вот болевина махровая, смесь сортов, гвоздика перистая, душистая, она уже как многолетник. И сейчас с конца января, весь февраль и до начала марта, не поздно посеять этих красавиц на рассаду. Сейчас я вскрою пакетики, и мы с вами рассмотрим семена. Начиная с семян гвоздики, клубничное суфле, это китайская гвоздика, срок годности у которых уже истек. Именно их я буду и стимулировать. Я высыпаю семена из бумажного пакетика на бумажную салфетку. Можно взять ватные диски. Они в меру крупные, поэтому сеять их будет непроблематично. Встречаются семена гвоздики в виде профсемян от производителей. И они гранулирные, поэтому они еще крупнее. Их нужно уже непосредственно прямым посевом на почве в поростке раскладывать. Я сейчас вам покажу повыше, чтобы вы посмотрели на семена этой красавицы. Пока отставляем их в сторону и хочу рассказать, чем же я их буду будить, подталкивать к полноценному прорастанию. У меня вот такой пузыречек, посмотрите. Мы и вам его уже показывали в прошлых сезонах. Это биостим старт от компании Щелкова Аграхим. Мы к ней в творческую командировку съездили, показали вам, как рождаются эти препараты, заглянули в лаборатории, в цех по производству фасовки и все нюансы вам рассказали и показали. Что же это такое? Это органоминеральное удобрение на основе полностью натуральных экстрактов и сырья, которые именно и пробуждают наши семена, подталкивают посадочный материал. Это клубни, луковицы, корневища, саженцы в том числе. Перед посадкой можно обрабатывать и в том числе потом в дальнейшем использовать для подкормки. Какие проблемы он устраняет? Во-первых, борется за медленным прорастанием, работает над повышением иммунитета на ослабленных растениях и вот таких вот потерявших энергию роста семенах и соответственно восполняет дефицит важных элементов. Сейчас приготовим рабочий раствор. Для этого мы должны четко, как в аптеке, следовать рекомендациям производителя. Никакой самодеятельности. Вот в каждой такой упаковке на обороте есть схема применения. На каждой категории это семена для проведения предпоседной обработки, посадочный материал, соответственно взрослые растения по группам. То есть с какой кратностью, в какой дозировке мы и концентрации разводим и применяем. В том числе есть еще подробная более, скажем так, с крупным текстом вот такая инструкция внутри упаковки. Поэтому берем обязательно первую категорию овощные цветочные однолетние многолетние культуры для именно замачивания и подготовки семян к посеву. Что нам нужно? Мы берем вот такой концентрат в концентрации 5-10 миллилитров на 1 литр обычной воды. Отфильтрованная. Желательно взять просто комнатной температуры. Понятно, что у нас нет промышленного масштаба подготовки семян, поэтому берем и проводим нехитрые математические вычисления и берем на вот 100 миллилитров такой подготовленной просто воды, отфильтрованной, 1 миллилитр нашего Биостима Старт. Я открываю упаковочку, я ее, соответственно, заранее взболтала. Так. И беру потом уже просто обычный медицинский шприц. Я использую с иголочкой для того, чтобы аккуратно отобрать необходимое количество. И отмеряю просто 1 миллилитр. Не нужно ни в коем случае переборщить, чтобы четко соблюсти концентрацию. Для чего это нужно? Чтобы не совершить ожог семян. Здесь не работает способ, кашу маслом не испортишь. Вот ровно 1 миллилитр. А теперь одна тонкость. Откладываем наш препарат в шприце и возвращаемся к воде. Здесь у нас отмерено 100 миллилитров отфильтрованной воды. Берем отдельную посуду, подручную любую, и 1 треть от этого объема просто отливаем чистой водички. Она нам еще пригодится. А в оставшийся объем вводим при помешивании отмеренное количество. Вот. Перемешали. Сейчас еще немножечко набираю воды в шприц и тоже остаточки препарата ввожу. И что делаем дальше? В этот же самый стаканчик первоначально 1 треть водички, которую мы отлили, добавляем. Все. Берем рабочий раствор и просто смачиваем салфетку, бумажную салфетку, ватный диск с семенами, которые у нас уже находятся. Они у нас мягко пропитываются. Семена растений не должны в общей емкости плавать, то есть они должны утонуть. Мы просто их мягко и нежно увлажняем. Таким образом, чтобы они были во влажной среде. Просто накрываем вот так краешком салфетки и оставляем необходимое и рекомендованное производителям время. Вот в таком состоянии замачивания и обработки семян должно пройти 10-20 минут, не больше. Что делаем дальше? Просто открываем нашу салфеточку и переносим наши семена для просушки на сухую салфетку. То есть я беру просто вот такую многослойную туалетную бумагу и аккуратно промакиваю до тех пор, пока у нас наши семена равномерно не просохнут. Видите, у меня здесь два семечка попало, я их просто обратно возвращаю и таким образом 2-3 раза промакиваю и остается у меня практически сухая салфетка. Потом я просто с нее аккуратно перемещаю семена на абсолютно сухой слой и потом уже после полного просушивания приступаю к посеву. Семена китайской гвоздики, которые мы стимулировали препаратом биостим старт, уже обсохли. Они лежат у меня рядышком и приступаем к посеву. Я всего планирую посеять пару рядков, а остальное в рассадной емкости займу вот такой гвоздикой перистой балерина махровая. Я подготовила уже пока мои семена обсыхали на салфеточке. Вот такую рассадную емкость. Она объемом у меня примерно 1 литр. Здесь у меня обычный биогрунт на основе раскисленного торфа. Я буду формировать бороздки, расстояние между которыми будет около 2 сантиметров, вот так вот пальчиком чуть-чуть придавливая почву грунт. Вдавливаю где-то примерно на 0,5 сантиметров. Потом уже беру и увлажняю эти бороздки водой для того, чтобы они у нас пропитались влагой и наши семена не замылись внутрь при поливе. Затем аккуратно раскладываю в 2 бороздки простимулированные семена. Обязательно буду их помечать по номеру, по журналу посеву, какие где у меня, чтобы потом не перепутать в рассаде. И соответственно, после того как я посею свои семена, обязательно чуть-чуть присыпаю их вот таким прокаленным обычным речным песочком. Чуть-чуть буквально. Многие рекомендуют эти семена не заделать глубоко, но я стараюсь сеять их не поверхностно, а чуть-чуть создавать сверху слой, который прикроет семенную оболочку, чтобы потом у меня семидольки благополучно развернулись и не было так называемой шапочкой. Что делаем дальше? Дальше накрываем нашу рассадную емкость вот такой крышечкой. Это может быть просто полиэтиленовый прозрачный пакет, стекло и помещаем в температурный режим от 20 до 24 градусов. Самая эффективная температура для прорастания семян гвоздики. Желательно поместить их под фитолампу, либо почаще проверяйте, чтобы они у вас не подвытянулись. Когда уже раскроются семидольки, таким образом уже потом переведем растения в режим дня и ночи. Сейчас переступаем к посеву и вернемся к ним чуть позже. Добрый день, друзья! Ровно 9 суток прошло с момента, когда мы сели вместе с вами гвоздику. Однолетнюю и многолетнюю. Однолетняя гвоздичка у нас китайская, клубничная, суфле. Напомню, семена были просроченные, поэтому мы их подталкивали к пробуждению, стимулировали вот таким препаратом от компании Щелкова Аграхим. Это Биостин Старт. Про подробно все показали и рассказали. И еще к ней в компанию в одну рассадную емкость у нас пошли семена гвоздики перистой, называется балерина, махровая смесь сортов. Тут уже все в порядке было со сроком годности семян, поэтому сеяли мы их сухими непосредственно в общую рассадную емкость. Видите, промаркировала я рядочки, и специально для наглядности первый рядочек у меня был гвоздика балерина, потом два рядочка клубничного суфле и оставшиеся рядочки тоже снова была махровая гвоздика перистая, называется балерина, смесь сортов. И вот посмотрите, простимулированные семена взошли у меня буквально четвертый-пятый день. Сейчас у нас, я помню, девятые сутки, у них уже появилась первая пара настоящих листочков. Я зубочисточкой посмотрела, и здесь вот хорошо видно, видите, остальная гвоздика уже появляется, проклевывается, все у нее будет хорошо. Я посмотрела проклевывающую, везде во всех рядочках есть, но она идет по своему, скажем так, сроку развития, как ухаживала за своими посевами. Регулярно убирала конденсат просто салфеточкой, можно ватный диск или любой тряпочкой с крышечки для того, чтобы не было крупных каплей конденсата и чтобы она была светопроницаемая. И, соответственно, стояли у меня растишки под фитолампой. Сейчас я ничего с ним не делаю, только поливаю, вовремя проветриваю, на минут 20-30 открываю крышечку и потом в остальное время вот так вот чуть-чуть сдвигаю ее до появления полных сходов в остальных рядочках. Пока еще целиком не открываю. Как только появятся полные сходы уже в остальных рядочках, уже можно будет, как говорится, закаливать и ждать, пока все равномерно у нас подрастет. Гвоздика из просроченных семян со стимуляцией, посмотрите, она обгоняет. Поэтому, когда она подрастет, у нас уже даст, например, 2-3 пары листочков постоянных. Насколько вы помните, наши прошлые программы, гвоздику китайскую мы уже выращивали, и она растет вертикально вверх с довольно вытянутыми листочками постоянными. Поэтому нужно ее в этой фазе немножечко прищипнуть. Она немножко приостановится в росте и, соответственно, потом начнет куститься. Таким образом мы с вами сформируем пышный, хорошо цветущий кустик. Потом уже нужно будет как раз вот в этой фазе после прищипки, через 2-3 дня, когда растения немножко адаптируются, перейти к пикировке. Как раз и малыши у нас, остальные подтянутся, тоже их можно будет рассадить. Для того, чтобы снизить стресс от травмирования корневой системы, потому что растения у нас растут в общей рассадной емкости, я буду использовать вот такой препарат Кореник, тоже от Щелкова Агрохим. Он простимулирует развитие корневой системы уже в отдельных рассадных емкостях наших саженцев и снизит стресс от этой процедуры. Будет крепкая корневая система, здоровые растения, и, соответственно, это повышает шанс рассады действительно идти в темпах роста, которые мы с вами от них ждем. И отстающие растения тоже будут подстрахованы, поэтому они разовьются именно в красивые цветущие растения. Пожелаем нашим сеянцам оставшимся дружных всходов, а те, которые как солдатики у нас уже взошлись, просроченных семян, кто бы мог подумать, да, мы их подстраховали, сделали все возможное и получаем, в принципе, уже на вид крепкую, здоровую рассаду. Вы скажете, почему у меня в третьем ярусе появилась вот такое крепкое, схожее семечко, которое тоже развелось в рассаде. Я специально обращаю ваше внимание. Дело в том, что я была в отъезде, и дочка поливала у меня сама рассаду. Видимо, просто из-за того, что поливала большим потоком воды из аптекарской груши, одно семечко просто вымылось в соседний рядочек и проросло уже, скажем так, не в своей компании, потому что остальные только-только еще набухли и проклюнулись. Ну все, в общем-то, мы вам наглядно все показали результат нашей работы. У нас впереди много поселок цветочных культур, мы постараемся основные группы вам показать, рассказать про тонкости посева, развитие в рассаде, чтобы у вас тоже все получилось, и ваш сад заиграл яркими красками уже в этом сезоне. Всего доброго, до новых встреч!